друзья всем большой привет с вами виталий добро пожаловать на мой канал какая красивая осень во в рот свою правда холодно но ничего я сегодня хотел бы рассказать вам две разных истории связанные с картами по быту для всех кто живет либо собирается думаю будет вам интересно также может быть вы также с таким сталкивались напишите свои дополнения либо свои истории в комментариях первая история это о том что ранее я рассказывал про то что мои есть знакомые ставили дело без рассмотрения по карте по быту причиной тому было то что заводчик номер один от работодателя подписал как бы человек неуполномоченный якобы из-за этого оставили дело без рассмотрения и это мы не сами придумали в этом письме в объяснении причина почему оставили дело без рассмотрения именно так и написано подписал человек неуполномоченный на самом деле человек был уполномоченный просто не доложили как бы доверенность вот значит люди никуда не уехали естественно все на месте но есть значит ничего не продвинулась пока на сегодняшний день сильно кроме того что они выслали там письмо в течение семи дней успели но смотрите какие есть мысли первый юрист который им помогал и советовал и писал письмо говорит пишем так пишем на имя воеводы о том что когда инспектор присылал письмо чтобы донесли вот эту подпись там не написано что должен как бы подписать человеке именно доверенность приложить подписал действительно уполномоченный человек но не доложили доверенность типа в вашем письме от инспектора не было написано что доложите доверенность поэтому ее не доложили но подписал человек уполномоченный поэтому дело нужно вернуть к рассмотрению и как бы снова возиться с этим старым делом в общем это как бы была такая первая мысль первая идея так как они так сделали в течение семи дней отправили такое письмо второй юрист чуть-чуть с другой стороны помогал то есть информационная не знаю может они дальше с ним работы он начал спрашивать когда закончилась первая карта оказалось как раз что она закончилась наверное в районе зимы потом вступил без виз три месяца и потом пришла пандемия где-то на середине без виза у человека это значит что автоматически без виз по идее но она утверждает что это сто процентов этот юрист без виз на середине останавливается включается пандемия по сегодняшний день уже наверное месяцев 6 8 это пандемия длится и этот человек находится здесь легально до сих пор поэтому говорит бросайте вы старое дело пишите снова второе письмо что вы аннулируете то письмо что вы оставляете то дело по первой работе по бытовое дело просто сейчас подаете на новую карту от работы вы полностью легально находитесь здесь на сто процентов как раз потому что совпало так что их без виз он продлен нет никакого нарушения там в легальном нахождении человека здесь больше вот скорее всего они будут двигаться дальше в таком направлении как я рассказал легальное нахождение будет подавать например на новый побыт второе дело просто новое второе то что я хотел рассказать это также связано с картой побыту я тоже с таким сталкивался вот поэтому мне пришла идея об этом записать потому что это очень важно встретил вчера также подписчика которая рассказала что ему или или мужу этой женщины отказали в карте побыту знаете почему потому что попросили донести титул правный хозяина квартиры в которую которую они снимают то есть титул правда у меня тоже такое было поэтому это очень важно послушайте пожалуйста до конца когда подписываете аренду там хозяин квартиры заявляет что он является хозяином квартиры под этим подписывается обычно никто не не дает не акт нотариальный не книгу в чистую никто как бы не знает на самом деле хозяину ли он или нет так здесь это работает на основании освещения он освещает что он хозяин но инспектор почему-то хочет но не всегда не всем но у меня такое было два раза вот поэтому я еще про это расскажу он просит титул правный титул правный это докажите что этот человек но является действительно хозяин квартиры вам ее сдает казалось бы какого мне какая разница вообще я съемщик я не знаю обманывает меня или нет но он заявляет он под этим подписывается он он несет по идеальность за то что он подписал я честно живу плачу там ему на счет деньги какая мне разница но нет из-за того что у этой женщины или у мужа опять я забыл извиняюсь если вы меня смотрите отказали в карте побыту потому что оказалось что это не хозяин квартиры был вот но такое бывает он там сдает либо мамы квартиру либо там свои жены квартиру которые только жены например на это не его собственности жены но он ее сдает как от своего имени и он указал там книгу ведь чистую номер и когда инспектор наверно проверил в интернете оказалось что его там нет и отказали в карте теперь они снова судятся уже на ранее один год неизвестно все чем это закончится у меня была такая же ситуация дважды первый раз прислали титул правный хорошо что у меня были хорошие отношения с хозяином я ему объяснил и он мне дал либо копию акта нотариального либо какую-то выписку что он действительно хозяин квартиры я это доносил это было давно потом у меня была такая же ситуация также по карте побыту у меня уже была другая квартира инспектор снова просит титул правный вот здесь у меня уже было более чуть-чуть сложная ситуация потому что также хозяйка оказалась не до конца как бы хозяйка нас она хозяйка но квартира переходит от умершего брата и это сейчас все в процессе переноса собственности нет еще акта нотариального нет книги в чистый она не может никак документально сейчас подтвердить но кроме того что он есть какая-то бумага о том что как бы брат умер в общем как эта бумага есть но это еще не акта нотариально то есть такие бумаги не носит инспектору и она говорит я тебе не буду давать те документы которые у меня есть только после того как полностью перейдется собственность как появится книга ведь чисто как сделаю так нотариальный весь где будет включена вот эта вся информация чтобы там брат умер там перри переходит собственность только тогда я могу тебе дать вот но она помогла мне она написала ощущение своего имени отдельная бумага что она действительно со мной подписала умову найму этой квартире что она хозяйка что собственно сейчас переходит и что когда будет акт нотариальный то она готова мне его предоставить чтобы я его от него от холодно извиняюсь зима наступает вот такая вот информация друзья поэтому когда вы ищете квартиру подписывайте договор вы точно спросите вы точно хозяин квартиры не надо прям требовать может быть акт нотариальный как бы здесь так не практикуют что ну покажи мне если ты не хозяин обычно они не показывают не просто под этим подписываться но скажите что когда я буду подавать на карту я кажется так что вы не хозяин квартиры то у меня могут быть проблемы могут даже отказать в карте я не знаю почему так это придумал придумали инспектор это полный бред я с этим не согласен я честно живу я не знаю виноват в том что он подписывает что он хозяин квартира на самом деле не хозяин мне какая разница это не моя квартира я не обманывал я со своей стороны подписал я плачу исполняю условия договора я плачу я живу но я не понимаю как мне могут отказать в карте побыту потому что он не хозяин квартиры по документам это полный бред я считаю но имейте ввиду чтобы у вас не дай бог такого не было все с вами был виталий спасибо за просмотр подписывайтесь если хотите до новых встреч пока